Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня, наконец-то, я расскажу вам историю своих родов. Ну, а начнем с предыстории. Я немножко поснимала в роддоме. Сейчас, на данный момент, прошло уже полтора месяца. Я созрела поделиться с вами этими ощущениями. Надеюсь, что буду вам полезна. Итак, поехали! Всем привет, мои хорошие! Это видео посвящено моим родам. Хотела начать снимать, прямо когда выезжали из дома, но это все, как всегда, сумбурно. Поэтому начинаю снимать за день до планового кесарево сечения. Сегодня воскресенье, 30 мая и 31 мая. На завтра, пока точно время не известно, у меня плановое кесарево сечение. Я в роддоме с 28 числа, это пятница. Мы приехали сюда с утра, оформились, сдали анализы, все как положено. И, ну, грубо говоря, под наблюдением. Да, я в Инстаграм уже выкладывала, что девочка со мной, которая в палате была, она должна была тоже 31 мая пойти на плановое кесарево, но у нее случилось все гораздо раньше. Поэтому, как бы, все возможно, ничего не исключаем. Срок у меня уже пошла 40-ая неделя, по моим подсчетам. Вчера было 39 мая. И получается 39 с небольшим плановое кесарево. Что вам рассказать еще? Погода у нас жутко испортилась. Я сегодня целый день валяюсь, сплю. Каждый день делают КДГ. Как бы это везде все так, все одинаково. Хотела вас поблагодарить еще раз за то, как вы переживаете, за то, как вы волнуетесь. И в Инстаграм, и в Ютуб просто море позитивных слов, поддержки. Я это очень ценю. Я все прочитала. Под постом в сообществе прям много. Спасибо вам за это огромное. На самом деле это очень ценно. Многие, правда, писали легких родов, хотя я уже давно говорила и не скрывала. В видео «Вопрос-ответ» и в других видео, что у меня кесарево сечение, потому что у меня первое было кесарево, да, и, естественно, второе будет кесарево. Да, красота страшной силы. Весь день валяюсь, сплю, сплю плохо еще ночами, потому что подъем ранний, в 6 утра уже меряю давление, температуру. Завтра тоже будет ранний подъем, вообще чуть ли не в 5 часов. Буду по мере возможности держать вас в курсе. Ну вот, но, по-моему, меня там не первые берут на операцию, я не в числе первых. Так, сегодня с вечера, кто-то говорит с 8, кто-то говорит с 10. Сегодня медсестра сказала вечера, уже ничего не кушаем, не пьем. И завтра до операции тоже не пить нельзя, не кушать. Вот, поэтому можно только смочить водичкой горлышком и все. Вот такие вот дела. Сегодня жутко похолодалось, 20 с чем-то градусов до 10. И завтра такая же погода, потом вроде потеплее. Я вся в предвкушении, осталось совсем чуть-чуть. Уже обед, грубо говоря, и уже завтра я надеюсь, что выезжу в свою малышку. Вот такие дела. Семь часов, и уже все необходимые процедуры сделали. Катетер уже поставили. И теперь остается только ждать. Последние кадры с пузиком запечатлеться. С животиком. Фотографию уже наделала на память. Через несколько часов уже он будет не такой. И малыша, точнее малышку вытащит. Так что не знаю, во сколько меня заберут. Сейчас лягу, посплю, может пока. Потому что еще в принципе рано. Я думаю, ну не раньше 9, и меня точно возьмут. Это 100%. Поэтому есть еще пару часиков поспать. Сразу хочу сказать, все прошло как нельзя лучше. Это вообще не сравнить с первыми родами, с первым кесарем. Первые роды у меня быстренько расскажу. Было экстренное кесарево сечение. Ближе к 42 неделям. У меня начались схватки. Я в этот день еще за рулем сама из роддома уехала. А вечером уже начались схватки. И сразу каждые 5 минут, и где-то через полчасика, сразу каждые 3 минуты муж меня отвез. Все как положено. Схватки, которые, кстати, очень легко было переживать в душе. Меня там даже сотрудники потеряли. Я на спинку себе лила водичкой. И так было легко. Но потом, когда я показала плохое, у меня было полное открытие. Малышка не хотела опускаться. Поэтому случилась экстренное кесарево. Была анестезия. Было кесарево, которое прошло удачно. Но меня в процессе пригрузили. Потому что я чувствовала, как меня режут. И мне добавили немножко, скажем так, наркотических веществ. Не буду сейчас озвучивать эти препараты. Я медик. Я знаю, как бы о чем говорю. Но в ролике это ни к чему. И я спала. Весь процесс я спала. Здесь было все по-другому. Я все ощущала. Все было настолько ярко, красочно. А там я спала. Мне показали малышку. Ее унесли. Как бы и все. В 0.38 она родилась. И я, получается, всю ночь спала. И на третьи сутки, только с утра, мы всей палатой забрали малышей. На третьи сутки. Когда смогли встать. Потому что всю ночь спала. Здесь все по-другому. И сейчас объясню, почему очень важно вставать сразу. Ну, не прям сразу на операционном столе. Но как можно быстрее. Значит, на чем мы с вами там остановились. Да, я не поспала в итоге. За мной приехали где-то, наверное, часиком в 10. Я пошла в процедурно-манипуляционный кабинет. Мне поставили катетер мочевой. Раздели полностью. Одели шапочку медицинскую. И повезли в операционную. Там работает изумительная женщина. Заведующее отделение. Я рожала в Тульском областном роддоме. Ну, просто ей благодарность огромнейшая. За такую малышку. За весь процесс. Там работает моя подружка, Катюшка. И она была со мной. Есть кадры. Я постараюсь их вставить вам. Сделать интересную подборочку. Может быть, в конце ролика. Она снимала, фотографировала процесс. Отправляла моему мужу. Снимала видео, когда малышка родилась. Ну, вообще, все настолько было классно. Все настолько было круто. Единственный неприятный момент. Ну, чего катать? Я что-то не помню. Вот, что первый раз. Мне прям было так неприятно. Я так ждала анестезию. Изумительный анестезиолог был. Заведующий отделением тоже он у них. Изумительные ассистенты, которые вместе с заведующей разрезали меня, скажем так, доставали малышку. Анестезию сделали очень быстро, без проблем. С учетом того, что у меня перелом позвоночника как раз поясничного отдела был. В результате ДТП все было прекрасно. Все. Я улеглась. И начался сам процесс операции. Я чувствовала тоже, как меня режут. Но это было безболезненно. В первый раз как-то болезненно. Поэтому меня пригрузили. Меня не стали ничем пригружать сильно. То есть я была в сознании. Мы в процессе операции общались с врачами. Разговаривали и даже шутили. На самом деле все было прекрасно. Очень быстро достали малышку. На анатологе ее обработали. Сразу поднесли ко мне. Дали поцеловать. Хотела сказать обнять. Но я ее прям всю зацеловала. Приложили к груди. Первый раз мне не прикладывали. Дали обнять практически лицом. Потому что руки мои были зафиксированы на операционном столе. Я ее расцеловала. Но это было так мило. И потом она лежала там недалеко. Когда меня уже зашивали. Она лежала недалеко. И я на нее смотрела. Плакала. Ревела. И уже когда зашивали, мне было больно. Но мне настолько было все равно. На самом деле. Ой, я сейчас расчувствуюсь тоже. В общем, вся вот эта боль. Когда меня зашивали. Она не идет в сравнении ни с чем. Когда она лежала там рядышком. Такая маленькая, хорошенькая. Я не хотела, чтобы меня пригружали. А по возможности, конечно, анестезиолог регулировал. Обезболивал. Но тем не менее. Под конец уже было немножко неприятно. Хорошо, что рассчитали такую дозировку. Небольшую. На самом деле. Та, что анестезия, это всегда не есть. Хорошо, да? Никто медик, девочки, вы знаете. Меня зашили. Малышку повезли в детское отделение. Меня повезли в послеоперационное. Там мы должны были пролежать 6 часов. Нас было в палате четверо. Четверо. Катюшка моя была со мной. И тут уже нам вытащили мочевой катетра. Нам нужно вставать. Я была в чулках еще. Вот я была в чулках. Я была в чулках. Чулки, кстати, классные. Аптека РОЗ оказывала совсем бюджет на 400 с чем-то рублей. И они мега крутые. Без носка. Потому что была уже жара. Конец мая. Должна была быть у нас плановая операция на первое число. Но как раз заведующая, она не дежурила первого, а дежурила 31-го. Поэтому все-таки мы решили сделать операцию 31-го мая. Моя малышка в этот день и родилась. 6 часов должны были пролежать. Но пролежали по факту подольше. Потому что не было мест. Сейчас многие роддома в области переделаны под ковидные госпиталя. Поэтому наполненность тульских роддомов, она очень такая большая. Наверное, не только тульских. И тут в туалет надо вставать. И пить надо много воды. В то же время я очень много воды пила. Она у меня прям стояла рядом. Ну, под мониторами. Я вам выкладывала как раз фотографии, когда я лежу под аппаратами, на пальчике прибор этот надет и так далее. В сообществе, во вкладке сообщества я вам выкладывала, благодарила вас за поддержку. И меня очень здорово на самом деле поддерживали, мотивировали. И я для себя приняла решение, что мне надо встать. Просто мне надо встать. Как бы мне больно не было, мне надо встать. А у меня, девчонки, шов вертикальный. Это сложный достаточно шов. Заведующий даже сказал, что первый шов у меня был там с какими-то осложнениями. Хотя они никак не проявлялись, но он был нехороший, она сказала. Она мне его подчистую вырезала, этот вертикальный шов. И сделала новый, тоненький, изумительно ровненький. Тот был прям какой-то толстый и не совсем ровный. Я по этому поводу не комплексую, не расстраиваюсь. И даже на пляже с низкими трусиками вообще меня это не парит, честно говоря, нисколько. Почему он сложный? Потому что нижний горизонтальный шов, он у нас, там одна кожа. А вертикальный шов нам нужно разрезать кожу, жировой слой и мышцы брюшины. Поэтому он считается сложным довольно-таки. Так редко когда режут, и я честно не знаю почему. Не знаю почему меня так первый раз разрезали экстренно. Раньше так резали у некоторых девчонок. Но все равно даже экстренно, в основном горизонтальный делают. То есть мой шов он еще тяжелее, еще болезненнее. И я больше ни у кого такого в роддоме не видела. Все девчонки у нас в палате были с горизонтальным. И я начала вставать в туалет. Я начала вставать на судно, подробности такие. Но все-таки девчонки, у кого намечается план в окестре, вы, оно будет первым, должны об этом знать. На судно, на стульчик. Катюшка мне моя, конечно, помогала. Я в туалет схожу и гулять по палате. Представляете, так, гуляком, в чулках. Ну, потому что я понимала, что я ее хочу забрать сегодня, свою малышку. Кстати, зовут ее Кристина. Много было вопросов, но я решила, что я расскажу обо всем, об этом, об имени и так далее, когда я действительно сама захочу. Ну, прям постоянно, практически под каждым видео фона жратка, как зовут малышку, как назвали малышку. Я что-то, по-моему, пропустила. Вы говорили, как назвали малышку? Малышку Кристина. И причем получилось так, что уже после родов я узнала, что 31 мая, в день рождения, как раз именина Кристина. Ну, вообще, как-то здорово получилось. Так что у меня теперь Крис и Ксю. В реанимации я начала вставать, ходить. У меня такое ощущение, вот я вам снимаю, девчонки, не знаю сейчас, как получится, что идет какая-то задержка в видео. Мне кажется, у меня телефон перегрелся. Ладно, сейчас посмотрим. Вроде все нормально, потому что переснять я это не смогу, эти подлинные эмоции. Я ходила по палате, прям вот так вот, в чем мать родила, расхаживалась, расхаживалась, немножко похожу. Самое болезненное, если у вас первая кесарь, девчонки, это встать. Встать. Вот встать из положения лежа, это болезненно, это тяжело, все тянет и так далее. Но если вы встали, уже разогнулись, все, вы пойдете, будете ходить, все нормально будет. Потом вы опять легли отдохнуть или присели, но присесть там нереально. Опять встать тяжело. Это где-то первые два, три, три. Три дня точно в роддоме на четвертые сутки нас выписали. Да. И дома еще пару денечков у меня так тянуло. Но это у меня, опять же, в первый раз было дольше. Я могу сказать, что вот есть такие вопросы, знаю, в мамских чатах я там сидела. Во время беременности второе кесарево намного хуже, все пишут намного хуже. У меня гораздо легче. Второе кесарево легче, чувствовала себя после второго кесарева, я гораздо лучше. Но опять же, первое, у меня пришлось на ночь, я всю ночь пролежала. Надо было вставать, ходить, и я спала. А здесь я вскочила сразу в реанимацию, начала ходить, ходить, расхаживать. Сюда где-то каждый час я вставала на сутно и ходила по палате, ходила, ходила, гуляла. В итоге задержка часов через семь. Нас перевели наверх в палаты на этом же этаже детки, и я пошла сразу забирать ребенка. Девчонки у нас была четырехместная палата, не пошли. Было очень тяжело, очень плохо. Они не пошли, они сказали, заберут завтра. Но они не вставали, так как я в реанимации. Опять же, вот я вам говорю, как бы вам больно не было, если вы хотите побыстрее уйти из роддома, если вы хотите побыстрее чувствовать себя человеком, нормально двигаться, вставайте. Вставайте, прям в реанимации ходите. В этом нет ничего страшного, швы не разойдутся, бояться не надо. Если все грамотно сделано, надо ходить обязательно. И я пошла, поковыляла. Пошла, это тяжело назвать, и говорю, я заберу девчонку свою. Все на меня так посмотрели, такими глазами. Ну ладно, сейчас привезем. И минут через 10 я пошла обратно в палату, мне привезли моего котеночка. И все, и мы уже были вместе, это было где-то часов в 7, не в 7, часов в 5 вечера, в 6 где-то так. И до 12 ночи я не ложилась. Все, я ходила, я была на ногах, я вокруг нее ходила, я ее фоткала, я ее снимала, я ее кормила. Ну, в общем, я не ложилась. И только, наверное, в 12 ночи, даже в час, в 12 у нас последнее кормление, мы брали смесь на ночь, нано нас давали в роддоме, все, я уже улеглась. Я уже улеглась и проспали, мы с ней практически всю ночь до утра, потом опять кушали. И по поводу того, что вот у меня есть видео, я собираю сумку в роддом, я обязательно где-нибудь подсказочку вам приложу или в инфобоксе оставлю. Все пригодилось. Вы знаете, у девочек в палате со мной не было ни молокоотсосов, ни бутылочек, ни сосочек, ни пурелана. А были на вторые сутки абсолютно все, у одной девочки даже в кровь были, они разгрызаны просто ее дочкой. И я всем давала пурелан, вот этот самый маленький, 7 грамм, большой не нужен, и он у меня остался. Он нужен буквально на первые несколько дней. Дальше соски приспосабливаются, смягчаются или наоборот огрубивают, и все нормально. Я делилась, да, потом девчонки, конечно, начали писать своим мужьям, чтобы им и соски, и бутылочки, и молокоотсос тоже привозили, потому что лактацию налаживать надо. Особенно для меня это не было целью, на самом деле. Для меня было главное, что мой ребенок здоров, что все прошло прекрасно. А ГВ это или искусственное вскармливание, на самом деле я не болею этой темой. И не буду прям говорить, вот, вот, я только за ГВ, я только за ГВ. Так же, как про диету вы мне писали, сейчас никаких диет мам на ГВ уже нет. Никаких, абсолютно все можно, абсолютно. Вот. Ну и что? Ну и все случилось, мы с малышкой вместе, нам классно. Для меня вообще пребывание в роддоме всегда стресс. Первый раз меня даже накрыло послеродовая депрессия, я так там ревела. Хотя моя дочка Ксю единственная, кто всю ночь спал, кто прекрасно кушал, хотя через накладки, там, из-за плоских сосков, да, молокоотсос у меня с собой не было, он был дома. Мы с ним всю ночь спали, то есть у нас было, у единственных в палате все прекрасно, но меня накрыло после рода. Здесь, слава богу, не накрыло, потому что это все-таки уже возраст не тот, ощущения не те, и мы на видеосвязи всегда были с Ксю, всегда были с нашим папой, мы практически целый день разговаривали по WhatsApp, по видеосвязи. Я им показывала малышку, она мне звонила, говорила, ну, пожалуйста, покажи еще эту маленькую креветку. Ну, прелесть. Вот, и на четвертые сутки нас выписали. Все нормально. Да, тяжко было вставать, но я все равно вставала, ходила, и мне, опять же повторюсь, из палаты, по крайней мере точно, было гораздо легче, чем другим девочкам, потому что они встали гораздо позже, и деток своих забрали позже, то есть у них было меньше движения в первый день после Кесарева, хотя у них у всех был шов горизонтальный, то есть более легкий. На четвертые сутки нас выписали, очень странный наанатолог пришел на выписку, это единственное негативное впечатление у меня во всей этой истории, я сказала, что пупок заживает через месяц, он у нас через 5 дней был просто идеальный. Сказала, что гулять нельзя в первые сутки, гулять через 7 дней, начиная с 20 минут, увеличивая по 10 минут в день, то есть к Новому году мы только вышли бы на нормальную 3-часовую прогулку. В общем, бред, я как медика это понимаю, это прекрасно, ну и вообще, как мама, мы с вами всегда лучше знаем, что нужно для нашего малыша, и, конечно же, его лучше чувствуем, да. У нас все время там закрывать окна, закрывать окна, жара 30, какие окна закрывать? Потом у ваших детей будет пневмония, у наших детей будет пневмония, если мы с закрытыми окнами, с потными детьми, там с бедными будем лежать, которые будут задыхаться, а потом с ними же с потными пойдем на выписку, и вот тогда, здравствуйте, приехали, пневмония. И что? Я окна всегда открывала, Настя, возле окошка она у меня лежала, чтобы продувала, потому что жарко, было очень жарко в конце мая, у нас было очень жарко. И на четвертые сутки нас выписали, там я тоже немножко схитрила, потому что выписка в этот день была около 30, и все выписки в 2 часа дня начинаются. То есть кто первый успеет подойти к детской медсестре и ее забить, их всего было две, кто первый пойдет. Ну, естественно, из роддома хочется сбежать побыстрее. Мы не устраивали каких-то грандиозных выписок, был мой муж, была моя доченька. Ой, они так здорово украсили машину, они так здорово украсили над кроваткой пространство, папа заморочился на стеном принтере и распечатал, вся машина была наклеена такими прелестными, спасибо за дочку, картиночками, ну так здорово было все вообще. Я прикреплю вам обязательно фотографии с выписки тоже в конце ролика. Посмотрите, как это все было. Вот мы как бы были втроем, то есть уже вчетвером получается. И, конечно, я пошла забила, как медик, я тоже это знаю, забила, так звучит, да, медсестру детскую. Я сначала пошла и забила, все девочки пошли за выписками на пост, в два ровно, они были готовы, дня. А я побежала забивать медсестрой. Я говорю, мы уходим. На хорошо иду, иду. Потом я без очереди, получается, забрала на посту выписку, потому что мы уходим, я уже с медсестрой иду. Вот она понесла малышку, вещи, все помню. Я, на самом деле, не планировала заказывать фотографии при выписке или альбом, еще что-то, но тут предложили, я думаю, попробую, не понравится, брать не буду, потому что они привозят домой, ты смотришь или присылают тебе предварительную версию, да, а ты смотришь, если нравится, берешь. И мы пофоткались. Получилось, на самом деле, очень здорово. Я не все фотографии взяла, но многие. И обязательно вам приложу коллажи какой-нибудь, может быть, сделаю и посмотрите их тоже. Ну вот, вроде все. Малышка родилась 3,340, Ксюша, а, 3,460, малышка родилась, Кристина, а Ксюша у меня 3,300. Первая. Ксюша 51 см, Кристина 52 см. Выписались мы где-то 3,140, по-моему, вот так. В общем, все нормально. Все основное вам вроде рассказала, все свои эмоции передала. Я безумно счастлива, что все получилось именно так, как получилось. Мне на этот раз было безумно комфортно в роддоме. Мне на этот раз безумно было комфортно эмоционально. Я себя прекрасно чувствую физически. Потрясающе выполнили операцию все медики. Поэтому вот у меня прям остались одни положительные эмоции. Поэтому я практически сразу была на связи с вами, прям сразу из реанимации вам тоже вещала. Потому что все замечательно. И слава Богу, я им безумно за это благодарна. Если у вас остались какие-то вопросы, я могла что-то в процессе упустить, какую-то важную для вас информацию, спрашивайте в комментариях. И давайте тогда следующий ролик уже про роды, может про беременность, вас что-то интересует, я опубликую как вопрос и ответ. То есть под этим роликом оставляйте все свои вопросы. И в следующем ролике, который назовем скорее всего там «Моя беременность», «Мои роды», «Вопрос-ответ» я на все ваши вопросы отвечу. И вам спасибо огромное за поддержку, вы меня очень сильно в тот момент поддерживали. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok